Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео про уникальную кашу, и действительно она самая полезная в мире. Можно сказать и так, а вот почему, слушайте. Да, это реклама, это представление этого уникального товара. Послушайте, и вы будете знать, что вообще технологически возможно, если захотеть и приложить огромный труд, усилие, создать даже в наши дни. Можно, конечно, пойти по пути, по которому идет вся пищевая и химическая индустрия современности. А можно пойти в противовес ей. Можно даже в наши дни противостоять тотальному пищевому геноциду населения. Естественно, по цене с химией это быть не может. Но, кстати, о цене разумно. Расчеты все, что называется, я приведу. Итак, поехали. Это будет описание создания наших уникальных каш, где основа амарант. Способ выращивания нашего амаранта для получения его семян близкий к органическому. Просто мы не делали биосертификаты. Это долго, дорого, да и смысла в этом никакого нет. И так хорошо берут, знают наши товары люди. Регион выращивания данных культур Белгородская область. Поля введены в сельхозоборот в 2018 году. А до этого использовались как заливные луга. Они также находятся в собственности. Поля абсолютно экологически чисты от гербицидов, химических удобрений. И потому тем более важно, что близлежащие поля также принадлежат нам. Соответственно, нет опасности, что с соседних полей кто-то когда-то может обрабатывать какой-то химией, и эта химия попадет на поля уже наши. Это тоже все предусмотрено на будущее, что называется. Удобрение, которое мы применяем, это внесение подкормки из органического сопропелля, что это такой озерный ил, богатый минеральными веществами. Сорта амаранта, которые мы применяем, это гелиос и золотой гигант. Средняя урожайность по зерну в этом году составила 22-25 центнеров с гектара. У нас, кстати, можно купить и семена амаранта для проращивания и иных любых целей. А скоро откроется у нас второй интернет-магазин только по зерну, семенам, крупам и муке из них. Муку мы будем производить сами, на каменных жерновах. Так вот, интернет-магазин, в котором будут представлены десятки видов биотоваров с отправкой, разумеется, по всей стране и по всему миру. Вот этот сайт. Вы пока можете на него подписаться, кстати. Так как мы выращиваем амаран сами, соответственно, у нас идет полный контроль всего цикла. От посадки до сбора, в том числе и контроль семян. Все семена российские наши. После сбора семена поступают на очистку с помощью многоступенчатых сепараторов. Частота обработки 99,7%. Ну а затем мы их проращиваем, после сушим и еще раз перебираем. Да, дорогие товарищи, не забудьте, у меня уже выходило видео на тему наших уникальных веганских сыроедных паштетов. Посмотрите, кто не видел. И обязательно посмотрите видео вот про это уникальное картофельное пюре. Непременно посмотрите. Поверьте, вы и представить не могли, что можно создать такую технологию, которая вредный продукт сделает, ну как минимум, нейтральным. Но по вкусу вкуснее, чем те, которые готовили ваши бабушки. Ну а особенностью наших каш в том числе является тот факт, что традиционно амарант, хоть и очень полезный продукт, но его нужно было всегда долго варить. Классические старорусские рецепты предполагали длительную варку, хотя, впрочем, не буду углубляться, потому что, разумеется, можно при низких температурах, долго в печах, при остывании, в чугунках это делать. Но, тем не менее, мы же очень сильно сократили для вас этот процесс за счет применения самых современных и совершенных технологий и оборудования. Например, вакуумных дегидраторов, меланжеров и так далее. Более того, наша каша это уже готовый продукт, его готовить вообще вам не нужно. Мы изначально проращиваем, активируем амарант, потом дегидрируем. Само приготовление готовых каш, концентратов, нами, идет без нагрева, а как раз наоборот, с использованием холода и вакуума. Таким образом, данный продукт полезнее старых каш прошлого, так как сохранность питательных и лечебных компонентов этих каш близкая к 100% от исходного сырья. Более того, при проращивании активируются и синтезируются многие витамины, таким образом, в наших кашах, их больше, чем в самих семенах амаранта. И более того, продукт вообще получается сыроедным, так как высокой термической обработки, убивающей многие питательные и лечебные свойства, нет. Вы просто заливаете кашу нашу водой 60-70 градусов и несколько минут держите, запариваете, что называется, и все готово. Конечный продукт наш, это концентрат, он получается абсолютно сухой. Вдумайтесь только, остаточное содержание влаги в упаковках данного продукта составляет не более 0,03%, что позволяет хранить данную кашу без потери питательных и лечебных свойств много лет, гораздо дольше заявленного на упаковке. Заявлено 2 года больше не сертифицируют, ну не разрешают, а реально от 5 лет и более. Для примера, в любых сухофруктах, чтобы вы знали, влажность составляет от 20 до 30%. И то, сколько они хранятся, ну правда применяют сейчас химию. Ну и даже без химии при хорошей сушке год-два можно хранить. Ну а теперь давайте посчитаем экономику. Ведь кто-то скажет, что это очень дорого, 1800 рублей, на момент, подчеркиваю, что будет завтра, неизвестно, на момент, вот выхода видео 22 августа 2022 года. 1800 рублей за 200 грамм каши концентрата. Я подчеркиваю, не просто каши в тарелке, разведенной с водой, нет, а концентрата. Добавьте 95-97% воды и будет каша. Во сколько раз объем увеличивается и вес, ну посчитайте сами. Ведь на одну порцию готовой каши идет очень маленькое количество нашей каши концентрата. Из пакета примерно 10-15 грамм. В пачке одной 200 грамм каши концентрата. Соответственно, в одной пачке 12-15 порций. Ну пусть вы берете 20 грамм на одну порцию концентрата. И если даже считать, что получится всего 10 порций из одной пачки, то при стоимости 1800 рублей за одну упаковку, пачку, одна порция готовой каши, которую самостоятельно в домашних условиях приготовить просто невозможно, обойдется всего в 180 рублей. Еще нужно учесть отсутствие потери большого количества времени на изготовление каши. А в ресторане, кстати, среднего уровня, порция реально дешевой каши. Не такой, такой нигде нет. Точнее, себестоимость сырья. Себестоимость сырья для изготовления одной порции уже готовой каши составляет 20-30-40 рублей. А обойдется посетителю ресторана в 150-200 рублей. Вот и считайте, обычная каша химия и наша биоуникальная, ну просто аналогов не имеющая. Тем более, вы понимаете, что семена амаранта стоят во много раз дороже любых других семян. Да, у нас есть скидки. От 10 упаковок, кто берет, цена будет уже не 1800, а 1650 рублей за одну упаковку на данное время записи. И одна порция таким образом уже составит 150-165 рублей. У нас действительно долгий срок хранения продукта. Он огромен. Ну, по сути, от 5 лет. Так как влаги нет, а значит нет процесса, ведущих к порче, гниению и поражениями грибками, бактериями и так далее. При том, что консерванты не нужны, мы их естественно не используем. Потому можно закупать эти наши каши впрок, как говорится, на всякий случай. Питательная ценность их огромна. Эти каши можно брать с собой в походы, командировки, экспедиции. Вес небольшой, хранится долго, что называется, просто добавь воды. Причем не кипятка, а достаточно, ну 70-80 градусов или даже менее. Нужно дать немного потом настояться, набухнуть. И через несколько минут все готово. Вкусы восхитительные. Простота и польза. Многообразие вкусов достигается за счет добавления натуральных ягод собственного выращивания. Скоро скажу, какие. Очень важно подчеркнуть, что разработкой данной линейки, не имеющей аналогов нигде в мире, занимались высококлассные специалисты. Это медики, диетологи, профессиональные повара. Таким образом, по нашей задумке получилось создать не только максимально полезные, но и очень вкусные каши, полностью сбалансированные по составам и максимально приближенные по вкусу к традиционным классическим лучшим кашам прошлого. Более того, эти каши создавались для наших профессиональных спортсменов Российской Федерации по заказу спортивного комитета. Как и наши паштеты. Каши обогащены еще и микрозеленью и пищевыми волокнами. Также в наши каши добавлен природный загуститель и, кстати, средство от онкологии, бета-глюкан, полученный из пророщенного глазерного овса нашего же производства. Лучшего в мире его закупают даже в Германию. Ну а натуральные ягоды и фрукты, некоторые из которых дикие, дают многие витамины и ферменты. Мы, разумеется, не используем никакой сахар, как вы понимаете. Вместо него добавляется дегидрированный сироп топинамбура. Ну а состав наших каш, обогащенных микрозеленью, таков. Ширица пророщенной молекулярной сушки, размолотая в меланжорах. Протеин амарантовый из пророщенного амаранта. Миндальное молочко, бета-глюкан, пищевые волокна, сироп топинамбура молекулярной сушки и соль сельдереевая. Каша производится в 10 вариантах. С малиной, манго, голубикой дикой, клубникой, тыквой и яблоком, яблоком и корицей, со смородиной черной и красной. Это один продукт. С репой и шпинатом. Это тоже один продукт. С грейпфрутом, с мандарином. Все эти ягоды, кроме мандаринов и грейпфрутов и дикой голубики, тоже собственного биопроизводства. Срок хранения 24 месяца, фактически 5 лет. Ну а если эти пакеты заморозить в морозильниках, например, в ларях, то хранение будет вечным. Фасовка нет по упаковке 200 грамм. Брутто 210. Одна упаковка это 10-15 порций. КБЖУ. Калории белки, жир и углеводы на 100 грамм продукта. Калорийность 353 килокалории, белки 14,6 грамм, жиры 5,7 грамм, углеводы 61 грамм. Ну что ж, дорогие товарищи, вот я вас и познакомил с этими уникальными продуктами. Хочу лишь сказать, что скоро появятся новые паштеты. Уже на днях будет шпинатный. Потом паштет с зеленой горошек, сельдерей, микрозелень. Потом паштет со вкусом как бы псевдо, да? Ну назовем это, потому что он похож. Севрюги с лимоном. И паштет как бы цесарки с коноплей. Разумеется, это как бы понятно, что эти паштеты все веганские и сыроедные. Но вот считайте новых 4 вида. Также скоро поступит в продажу веганская так называемая тушенка. И 3 вторых блюда. Все это с огромными сроками хранения. Все это можно брать с собой в походы куда угодно. Это открывает новые возможности для веганов и сыроедов. Да и для всех людей, кто хочет перейти с вредной еды или перевести своих близких, детей, знакомых, наоборот родителей с этой вредной трупной пищей на здоровую, веганскую, с теми же привычными вкусами. Ведь людям простым, которые привыкли к вкусам, будет не просто проще, а будет теперь уже легко перейти на здоровую пищу. Имея такие продукты, такие вкусы. На начало сентября мы планируем выпустить корм собака мокрой. То есть консервы для собак. Ну и примерно к середине сентября для кошек. Пока, напомню, у нас есть уникальные сыроедные веганские первые в мире сыроедные корма, лечебные корма для кошек и собак. Сухие. Ну а до ноября, полагаю, мы сделаем уже линейку. Будет 3-4 вкуса для кошек и собак. Что, конечно, разнообразит их рацион. Что ж, ну на этом пока все. Ждите новые видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ну и, конечно, я буду рад, если вы отправите ссылки на это видео своим знакомым, друзьям, близким, кто вам не безразличен. Ну и поддержите наши уникальные производства. Заказывайте, потребляйте наши продукты, пользуйтесь нашими приборами и иными товарами. И знайте, что мы отправляем наши любые товары в любые города России, страны СНГ и любые страны мира, если в этих странах есть почта России. Вам достаточно лишь об этом узнать у себя. А если вы находитесь за границей и боитесь, что оплатить не сможете, так как платежные системы многие заблокированы для оплаты в Россию. Не беда, вы оплатите нашему представителю в другой, скажем, европейской стране. Мы это учтем и заказ вам высылаем, как получим подтверждение оплаты. Вы просто оформляете заказ. Не забегайте, пожалуйста, вперед. Не нужно этих лишних переписок. Как вы заказ оформляете? С вами связывается менеджер и присылает вам подробные пояснения. Ну вот, собственно, и все. Как говорится, дело техники. Всем хорошим, честным, порядочным людям я желаю крепкого здоровья. Ну и до новых видео. Покупайте наши продукты. Поддержите, что называется, не просто отечественного производителя, но и этического производителя самых качественных, уникальных, лечебных и вкусных продуктов.